Целью нашей организации является укрепление добрососедских отношений между Российской Федерацией и Республикой Средней Азии. Путем развития торгово-экономического сотрудничества, культурного сотрудничества. Мы также приглашаем трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности. Те люди, которые прибывают сюда на территорию Тульской области, мы помогаем в их трудоустройстве. Мы их всех обеспечиваем всем необходимым комплектом документов. Мы их официально регистрируем. Мы их официально проводим через ФМС. Мы обеспечим их необходимыми медицинскими справками, для того, чтобы они могли устроиться дальше на работу. В общем, мы всячески способствуем их адаптации на территории Тульской области. Мало того, используя наши возможности, мы стали делать им медицинскую страховку. Известно, что граждане трудовые мигранты, пребывающие на территории Тульской области, не имеют медицинской страховки. Мы их обеспечиваем этой страховкой. То есть, если они попали в больницу, мы оплачиваем их лечение. Если случилась беда, человек трагически погиб, попал под машину, еще какие-то случаи, то мы за счет средств нашей организации обеспечиваем их похороны в соответствии с соблюдением мусульманских обрядов и отправляем на родину тела. Проводим занятия по русскому языку, готовим их к экзаменам. Сейчас стали готовить. Мы доносим до них правила поведения, наши обряды и знакомим их с нашими законами. Мы говорим, что на улице можно делать то-то, то-то, то-то. Нельзя делать это, это, это. Как правило, люди это понимают. Они приезжают сюда для того, чтобы заработать. Там тяжелая экономическая ситуация. У нас она значительно лучше. Они получают здесь меньше заработную плату, чем наши местные граждане Российской Федерации. И хочу, чтобы было понято правильно, они не претендуют на чье-то рабочее место. В России дефицит рабочей силы. И, как правило, они приезжают на свободные вакансии. То есть конкуренции никакой нет. Работают они хорошо. Работают хорошо. Получают достойную заработную плату. Хотя она в некоторых случаях бывает даже ниже того, что получают наши местные продовые ресурсы. В последнее время прокатилась, скажем так, череда убийств у нас странных граждан. Мы это осуждаем. Мы видим, что убийства эти готовились. Люди, которые пошли на это убийство, малолетки. Но человек, который возглавлял все это дело, уже достаточно взрослый, 19 лет. Почему он не в армии? Почему он не в армии? Вот родители помогли. Лучше бы они его достойно воспитали. Я думаю, что эти люди подошли к черте, к крайней точке шовинизма. То есть еще маленький шажок, и они уже будут фашистами. Откуда на нашей земле, на русской, фашисты? Понимаете? Я считаю, что, конечно, с ними, с теми, кто задержан, следствие разберется. Но мне кажется, что законы у нас достаточно мягкие для того, что они совершили. Я считаю, что старшего человека, если следствие признает их действительно виновными, надо очень сурово наказать. К сожалению, малолетки, с ними вопрос совершенно другой. Слишком мягкое наказание для них будет. Потому что человек приехал, у него осталась семья. Кто их будет кормить? У него остались дети. Приехал молодой парень. Тоже был убит, да? Поэтому мы должны с вами сейчас встать, остановиться и обозначить всему обществу ту черту, за которую переходить нельзя. Мы не должны с вами сваливаться в фашизм. Потому что убивают людей только потому, что они другой нации, имеют другой цвет глаз. Я считаю, что это недопустимо. И эти люди заслуживают самого сурового наказания. У нас 4,5 тысячи членов нашей организации. Конечно, мы регулярно общаемся. К нам обращаются по разным вопросам, по разным проблемам. Членство нашей организации абсолютно бесплатное для трудовод-мигрантов. Обращаются с тем, что приняли на работу, обещали заплатить зарплату, и зарплату не платят. Не платят зарплату, к сожалению. Этот человек, не имея заработной платы, не имея угла, не имея средств для существования, идет на улицу, рвет цепочку, рвет сумочку, совершает преступление. Он должен быть наказан за то, что он совершил преступление. Однако тот человек, который не заплатил заработную плату, пригласил его, оставил без средств существования, тоже должен быть наказан. Здесь, в общем-то, звенья одной цепи. Мы объясняем членам нашей организации, всем вновь прибывшим, о том, что прибыл на территорию Российской Федерации, находишься на территории Российской Федерации на законных основаниях, пользуешься всеми правами гражданина Российской Федерации, и закон тебя охраняет. Если же ты совершил какое-либо преступление, убийство, грабеж, изнасилование, будешь наказан по всей строгости закона. И здесь мы достаточно тоже суровы. Поэтому закон превыше всего. Испокон веков Россия была многонациональным и многоконфессионным государством. То, что сделали наши предки несколько веков назад, европейцы смогли повторить только в конце XX века. Создали Европейский Союз. У нас же был Евроазиатский Союз. И какие блага? То, что сделали наши предки, те блага, которые они сделали, мы только сейчас начинаем понимать. А вот отдельные люди, шовинисты, фашисты, с ними надо бороться. Их надо выжигать каленым железом из нашего общества. Насколько я знаю, на национальной почве это первый случай. Да, были, погибают люди, к сожалению, попадают под машины, тонут, умирают. То есть мы занимаемся организацией похорон, отправкой на родину тела. Но то, что случилось сейчас, это первый случай. Да, есть, конечно, случай, с ним мы тоже боремся. Когда приходят лица непонятной национальности, непонятной наружности, требуют с трудовых мигрантов деньги по 200-300 рублей в день за то, что они находятся на территории Российской Федерации. Да, да, такое и есть. Мы, соответственно, вместе с правоохранительными органами совместно решаем эти проблемы. Выход, я думаю, что в первую очередь мы должны работать с местным населением в том плане и объяснять им в том плане, что это не конкуренты, что они не занимают ничьи трудовые места, что если мы их пригласили, руководители предприятия, директора заводов, только от того, что нет кадров, к сожалению, нет кадров, нет токарей, нет фрезеровщиков, подсобных рабочих тоже нет. Ну нет, в России этих вакансий свободны. Поэтому приглашают людей. Они приехали. Они не приехали устанавливать свои законы и свои порядки. Они приехали работать. Они приехали кормить свои семьи. Они не лезут со своим уставом сюда к нам. Они просто живут, работают, зарабатывают деньги и уезжают к себе. И работают, я хочу сказать, хорошо. Хорошо работают. Не пьют. Не прогуливают. Дисциплинированы. В большинстве своем. В подавляющем большинстве. Больше 90% относятся. Конечно, бывают отдельные индивидуумы. У нас даже внутри диаспоры говорят, вот человек непонятно, как зарабатывает. Нигде не работает. Приносит телевизор домой, приносит какие-то вещи. Мы быстро решаем эту проблему с помощью правоохранительных органов. Мы говорим, что да, вот человек непонятно, как работает. Непонятно, что имеет. Проверяет. Не дай бог религиозный экстремизм. Тоже работаем с этим. Чтобы религиозные экстремисты на территорию Тульской области и Российской Федерации не попадали. Потому что люди, которые здесь живут постоянно, те, кто приехал сюда работать, они понимают и борются сами с таким явлением, как религиозный экстремизм. Вы проводите эту работу с населением? Объясняйте. С теми, с кем мы сталкиваемся, да. Но чтобы вот так, скажем так, вывесить плакат или пройти марш, нет, мы этого не делаем, конечно. Потому что, во всяком случае, до сегодняшнего момента, до сегодняшнего дня у нас было толерантное отношение ко всем. То есть в большинстве своем. И мы не видели такой необходимости. Потому что, еще раз говорю, Россия это было много национального государства всегда. И мы терпимо и с доброжелательностью относились к людям другой национальности. Вот среди моих друзей, и думаю, среди ваших друзей, нет деления, кто он там. Еврей, узбек, даджик, армянин. Вы просто воспринимаете его как хороший человек. Правда? Вот хороший человек несет добро, светлое что-то. И с ним приятно, с ним интересно. А если он несет вред, я не знаю, там, какой-то вред, беду какую-то, без разницы какой он национальности. Поэтому такой острый необходимости, еще раз говорю, не могу. У нас есть члены нашей организации. Это вот узбеки, таджики, которые входят в правление, которые живут давно здесь, на территории России, являются гражданами Российской Федерации. Они очень состоятельные. И, собственно говоря, на их вклады организации существуют. Головное, конечно, это Тульский арматурно-изоляторный завод, на базе которого мы существуем. И это нам дает возможность оказывать наши услуги трудовым мигрантам бесплатно. То есть, опираясь на экономическую помощь завода, мы оказываем трудовым мигрантам услуги бесплатно. А куда вы стараетесь их трудоустроить? Значит, существует специальный порядок. Организации получают квоты. Выделенные квоты специально есть. На эти выделенные квоты предприятия обращаются и говорят, подберите нам токаря, подберите фрезеровщика. Кому-то нужен каменщик. Мы, имея свои представительства в Узбекистане, в Таджикистане, мы можем отобрать действительно хороших специалистов. В основном люди едут для того, чтобы заработать. Вот он приехал, мы его официально устраиваем на работу. Мы его официально проводим через ФМС. Он получает все необходимые справки. Он официально здесь, на Российской Федерации, числится все. Он зафиксировался. У него есть место проживания, у него есть место работы. Он работает, он зарабатывает деньги, и у него нет мысли идти на преступление. Потому что он знает, у него там семья, дети, жена, родители. Он их содержит. Содержать их в Узбекистане он не может. Вот ребята приехали на заработки, которые погибли, к сожалению. Представляете, 36 лет. Ну, наверняка были у него и жена, и дети. Вот кто будет их кормить? А эти люди, еще раз говорю, вышли подготовленные, вышли сбитыми, с ключами, с разводными, напали, убили, в жестокой форме истязали. Ну, что это? Я еще раз говорю, это фашизм. Его надо выжигать каленым железом.